Бакинские армяне, став жертвой бредовой идеи Мяцума, в конце 80-х годов прошлого столетия эти люди покинули Азербайджан, где жили припеваючи, где для них были созданы все необходимые условия и никогда не чувствовали по отношению к себе вражды и ненависти. Большинство из них решили уехать в Россию, Украину, другие страны, так как понимали, что в Армении они окажутся в положении чужой среди своих. Так и получилось. Та малая часть, которая отправилась в Армению и до последнего наивно полагала, что власти этой страны помогут им начать новую жизнь, до сих пор сталкиваются там с огромными трудностями и проблемами. И сегодня, спустя более 30 лет, они продолжают жить в общежитиях, гостиницах, в вагончиках и бараках, в очень тяжелых и плачевных условиях, в их числе Клара. Уже 33 года, как я живу здесь. В этом полуразрушенном и убогом доме я постарела. А ведь у меня в Баку была пятикомнатная квартира с четырьмя балконами. А здесь живу вот в такой хижине. Каждую минуту живу в страхе, что вот-вот стены свалятся на мою голову. Посмотрите, какие трещины на стенах. А подвал уже полностью разрушен. Уже сколько лет меня обманывают, что скоро этот дом снесут, и я получу новую квартиру. Баку-азербайджанцы меня никогда не обманывали, а здесь продолжают обманывать свои, армяне. Я здесь живу одна, мои дети находятся в России. Воспитанным в интернациональном духе бакинским армянам невероятно трудно интегрироваться в армянском обществе по целому ряду соображений. Образ жизни, обычаи, менталитет и даже язык. Доведенные до отчаяния люди сегодня открыто признают, что Ереван принес им одни лишь проблемы. Причина – политические интересы руководства этой страны. Мы чужие. Вы знаете, мы армяне, да? Армяне мы, да? Местные армяне, мы армяне. Но мы чужие, мы два разных народа. Откровенно вам сказать, да? Два разных народа. Все, вот так я вам скажу. Мы разные, мы здесь врут много. Да? Да, будем говорить, да, врут много. Да, я никогда не доверюсь им никогда в жизни. Хотите правду? Услышьте ее. Ни из Азербайджана беженцы, ни сирийцы. Жить здесь никогда не будут, потому что люди более жестокие. Если местному армянину скажут, что у тебя проблема, никогда не рассказывай о своей проблеме. Это потом я поняла. Правда, сейчас, скажем, Азербайджану сказали, Армяне, да? Если я азербайджанцу скажу, что у меня проблема, он скажет, чем я тебе смогу помочь? Он поможет. Если я армянину скажу, что у меня проблема, он воспользуется и меня растоптает. В этой комнате стираем и сушим белье и держим дрова. Мне стыдно даже кого-то пригласить в гости. Бывшие наши власти не думали о нас. Их главная цель была наполнить свои карманы. Они как вампиры высосали последнюю кровь народа. Вот уже 30 лет живем в таких тяжелых условиях. Мой муж болен. С тех пор, как переехали сюда, он больше нигде не работал. Ворпись нормам. Организации, которые обращаются в международные государства, международные организации, требуют, что у нас беженцы, у нас проблемы, надо жилье. Кто-нибудь занимался? Куда идут эти средства? Столько поступали финансы на строительство, жилья для беженцев. Где это жилье? Это дом. Мой дом, моя крепость, как говорят. Тогда эту крепость не было для нас. Вы не поверите, мы в Баку так не боялись. И на того журналисты говорят, а почему гаэринчис хоссум, например, или хитчис не получаешь гражданство. А у меня вопрос к журналисту. А если бы ты жила бы так, ты говорила бы по-армянски, как говорится, ты бы приняла бы гражданство страны, где тобой пользуются, где ты источник наживы, где ты живешь, у тебя негде мыться, у тебя нет кухни, тебе негде постирать, как говорится, где ты не защищена, где на тебя нападают, где запугивают полиции, где тебе шьют дела, как говорится. Тут получилось, знаете как, 10 семей обожрались, как говорится, ограбили страну, перепродали, продали, хорошо продали, они не... Как нам жить в этих 16 квадратных метрах? Даже кухни нет. Вот так 30 лет мы мучаемся. Столько денег были отправлены зарубежными странами, армянской диаспорой, чтобы помочь нам. Где эти деньги? Если здесь не собирались для нас ничего делать, тогда отправили бы нас в другие страны. Если бы я отправился на заработки, то уже давно мог бы для себя купить целую квартиру. Каждый раз обманывали, что помогут нам. Однако мне уже 48 лет, и мы до сих пор живем здесь, в таких условиях. Мы Армении не нужны. Им нужны эти деньги. За украденные деньги Серж Сарксиан и его окружение купили себе дома, земельные участки. А нам как быть? Мы здесь на каторге, что ли? Мы заложники в их руках. Если они думают это так, то явно ошибаются. Пусть отправят нас за границу, так как больше не хотим жить в Армении. Мы здесь словно в гостях. Даже азербайджанцы с нами так не поступали, когда мы жили в Азербайджане. То плохое, что мы здесь видели от армян, от азербайджанцев никогда не видели. Нас хотят отправить жить в Карабах. Карабахцы сами прячутся в России. Почему мы должны там жить? Мне не нужен ни Карабах, ни эти карабахцы. Мне нужны мои дети, чтобы нас обеспечили квартирой. Мы тоже люди и хотим жить по-человечески, а не вот так существовать. Оказывается, в течение трех лет страна должна была нас обеспечить жильем, либо выдворить из страны. Ничего не делалось. Армения подписалась под всей международной конвенцией, и ни один пункт не исполняли. Вот так вот. Вот это политика нашего государства. За 30 лет вы просто представьте, какие суммы получались для нас. Все равно нас до сих пор недолюбливают. До сих пор. И власти, как мы приходим уже, вот так. Нам стекла ломали. В наши стекла кидали камни. Туркер, не знаю, что. Ломали стекла. Нас не принимали. Проживающие в общественных бакинских армяне по сей день обращаются в различные инстанции. Однако повсюду их заявления игнорируют. Многим из них уже удалось покинуть Армению и отправиться в Россию, другие зарубежные страны. А те, которые остались, не хотят смириться с ролью второсортных людей. И проводят акции протеста, требуя обеспечить их квартирами. От 60 семей остались здесь 22 семьи. Половина уехали в Россию и плюнули на Армению. Сколько мы еще должны ждать? Они ждут, чтобы мы все умерли, чтобы этот вопрос был закрыт. Разве так можно? Мы хотим, чтобы для нас построили дом. И тогда хоть сможем сожить по-человечески. Сколько будем еще жить в этих общежитиях? Мы люди, а не бараны, чтобы жить в этих бараках. Мы все болеем и просим лишь одного – обеспечить всех нас квартирами. Сегодня бакинским армянам остается одно. Горько сожалеть о том, что в свое время не вышли плечом к плечу с азербайджанцами и не дали совместный отпор сепаратистам в Карабахе, у которых была одна цель – присоединить Карабах к Армении. И не волновалось жить бакинских армян. И сегодня эти люди сами признают, что в Армении их не принимали с первого дня, относились с ненавистью и назвали шуртовац, то есть перевертышами. Если бы армянские власти потратили на нужды бакинских армян хотя бы треть полученных средств, то они уже давно жили бы не в бараках и общежитиях, а в собственных жилищах. Была, значит, конференция в Доме писателей, и все, кто не выходил выступать, это была Лариса Лавердян, это Харатян была, священник какой-то пришел, и все стали нам рассказывать, что с нами делали в Баку. Ну, я разозлилась, встала и сказала, не надо нам это рассказать, потому что мы это все знаем, мы это видели, не понаслышке все это. Лучше скажите, что с нами делают здесь на протяжении вот этих лет, как мы приехали в Армению. Вот так вот произошло. Ну, я встала, ушла с середины. И за мной тоже наши беженцы. Многие встали и вышли мы из зала. Потому что нам стали рассказывать то, что было. А то, что сейчас происходит, то, что сейчас с нами делают, никто ничего не говорит. Моей маме 90 лет, когда в прошлом году это все было. Митинги, они все вот так вот по дворам прямо проходили. Все, эта бедная женщина сидела, говорит, может быть, нас придут, сейчас убьют. Я говорю, мама, это только Эрчин, говорю, наши армяне, просто власть меняют. Я говорю, сиди, тебя никто не убьет. Я это писала не раз в письмах своих Сержу Саркисяну, что вы искусственно создаете условия для естественной смерти. Я вам скажу, знаете, что мы когда убежали из Баку, приехали только, да, там, значит, ну, родственников тоже в гостях были. Родственник наш, студент был на тот момент, он сейчас в Америке живет. Оказывается, их всех выгоняли, меня отцом кричать на площади. И когда мы стали говорить, он говорит, я говорю, слушай, мы не в Карабахе, мы в Баку жили. Дной ночи принес карту, я ему показала, где Карабах, они даже не знали. И даже сейчас не знают многие, я вам сейчас, конечно, немножко смешно это получается. У меня невеста, значит, в больнице лежала, пришла санитарка. Она говорит, дух форда рецепт, я говорю, бак рецепт, я келек буржек. Я говорю, да, это вот два-три года назад. Асумха, что уже ей скажешь? Она не знает, что такое Баку. Мы из Баку выехали 26 ноября. Там начались первые, первая бакинская резня началась 26 ноября 88-го года. И вот мы выехали через Сумгаи, через Россию. Мы заехали в Армению, там родственников остановились. И здесь зарегистрировались в институте Гиброзем. И они тогда уже распределяли. Это было до землетрясения. Очень много машин было отправлено в Спитак, в Ленинакан. И так что неизвестно еще, сколько там погибло беженцев. Это политика, знаете, какая-то золотая жила беженцы. Постоянное вливание денег. Однажды, это было начало 2000-го года, канцлер ФРГ приехала и говорит, что мы столько денег послали, что вот эти вот 360 тысяч беженцев, уже, наверное, раза три могли бы обеспечить жилье. Вот это такие деньги. Вот это такая политика. Первые годы, когда была война, потом послевоенные периоды, ну мы-то все грамотные, все понимаем. Так громко не кричали. Потому что для нас где-то это было стыдно. Как это так? Мы жили нормально, и вдруг мы беженцы. Мы понимали, что идет война. Мы не поднимали голоса. Мы не знали, что у нас какие-то есть права. Раз мы пришли, правительство должно было... Раз она нас приняла, страна нас приняла. Значит, у нее какие-то есть обязательства перед нами, да? Но эти обязательства не выполнялись. Потом я у Ларисы Алавердян, там тренинги были, 10-дневные курсы прошла. Оказывается, в течение трех лет страна должна была нас обеспечить жильем, либо выдворить из страны. Ничего не делалось. Армения подписалась под всей международной конвенцией, и ни один пункт не исполнять. Вот так вот. Вот это политика нашего государства. За 30 лет вы просто представьте, какие суммы, какие это суммы получались для нас. Я думаю, что все-таки что-то должно было бы делаться. Оно делалось на бумаге. Беженцы оставались без жилья, а деньги отмывались там. Кто-то по сей день живет на квартире. Так и остались они. Кого-то вообще отправили в деревня. Вардени, Скалинина. Нас тоже пытались, но мы отказывались все время. Потому что мы работу с землей мы не знаем. А там можно обязательно было с землей работать, чтобы выжить. Тебасти 3А. Это было здание бывшего ПТУ-16. Там расселяли беженцев, поскольку построили новый корпус. ПТУ перенесли в этот корпус, а это дали беженцам под жилье. Но это, естественно, не жилищное здание. Оно нарушает все нормы жилищного кодекса. И там невозможно жить. Но мы, однако, живем там. 30 лет мы проживаем там. ПТУ общий санузел, общий коридор, стены тонкие, все там кто что говорит. Мы знаем, что у соседей творится. В 2003 году, значит, наше правительство продало наше здание Армяно-Российскому университету Махетар-Гош. И с тех пор начались наши проблемы. Если до этого нас кто-то слушал, слышал нас кто-то, если у нас что-то там портилось, мы обращались в муниципалитет, нам приходили, помогали, делали там трубы или что-то. Это все-таки не собственное наше здание. А теперь, когда мы обращаемся к кому-то, нам говорят, у здания есть собственник, пусть он обратится, а он не обращается, ему это не нужно. И он все время подчеркивает, что я в договоре о купле-продаже не подписывался под тем, чтобы улучшить ваши условия жилищные. Как хотите, так и живите. Собственник, когда пришел, он начал нас выселять. Прям буквально открытым текстом он сказал, что пришел в пятницу и сказал, что завтра все выселяетесь отсюда. То есть на улицу выходите. Все, берите свои вещи, выходите. Ну, на завтра мы устроили войну. Установили его машину. Чуть ли не отлупили его. Но до этого я позвонила, конечно. На тот момент нас отчим поддержал из комитета беженцева Раек. Он поддержал нас. Не буду, да, обманывать, что есть, то есть. Лариса Алавердиан знала об этом. Я всех-всех-всех подключила. Во все министерства, даже представьте себе, что в министерство обороны тоже мы обратились, что нас выселяют. Но, конечно, на тот момент самое первое, что сделали, это из нашей милиции пришли, значит, наш участковый и двое сотрудников. и, значит, сказали ему, это наши жильцы. 15 лет они здесь проживали. На тот момент 15 было. Куда ты их выселяешь? Ну и пока мы во всем этом разобрались, ему сказали, что эти люди должны жить здесь. На каких условиях, мы не знаем. Может, ему что-то платят, может, его от чего-то освобождают от каких-то платежек. Ну, мы там проживаем, значит, продолжаем, вернее, жить. Коммунальное, конечно, мы сами платим. А так? Бывают, конечно, трения всегда. Там справку взять или ну, куда-то нужен справку, обязательно через него мы должны пойти в муниципалитет наш и без него никто нам справку не даст. Ну, в общем, он участвует в наших списках. Старый директор, когда передавал ему дела, забыл записать жительницу нашу, которая тоже с 88-го года живет там. И он постоянно ее не вписывает. Мы, наверное, года 4 бегали в комитет беженцев, оттуда приносили справки, что она на самом деле здесь живет. Он все вот, ну, ему неинтересно кого-то прописывать, понимаете? Лишний человек это лишние деньги. Мы не знаем, там внутренний какой-то договор, но наш договор, который у нас есть на руках, там отмечено, что в случае усиления он должен обеспечить нас жильем. Понятно, да? Это все лишний человек, лишняя квартира. Поэтому он все пытался сократить наши вот списки. Ну, мы за каждого нашего беженца всей группой нашей вставали, боролись грудью и всеми частями дела. Я не приняла гражданство, я до сих пор в статусе беженца. У нас в здании три человека, которые не приняли гражданство. Наш сосед выезжал, вот он хотел выехать в Россию, ему нужно было бы сначала пойти в посольство России. Там должны дать разрешение, чтобы он въехал в эту страну. Но после этого ему кто-то должен из России, в какой город он хочет. прислали визу. На основании этой визы он должен поставить визовую печать, которая почему-то стоит около 130 долларов. И только потом он может выехать. Хотя в нашем паспорте, вот в беженском, в проездном беженском, написано, что настоящий документ действительно, действителен в любом иностранном государстве. Ну, почему-то вот наш выезд. И вот поэтому, наверное, многие беженцы приняли гражданство, не осознавая того, что человек не может быть в двух статусах и беженцем, и гражданином. Вот ООН работает сейчас только с теми беженцами, которые остались в статусе. Это сказывается, знаете, на чем? Вот есть такая общественная организация Миссия Армения. Если раньше все могли пользоваться медикаментами бесплатными, сейчас только те, кто остался в статусе беженца. Когда новая власть у нас с прошлого года мая началась, мы тут же написали, прямо буквально на второй день написали Пашиньяну письмо. Конечно, он дал делу ход. Мы ему написали, что каждый вот на протяжении 30 лет мы пишем, и нам отвечают, что денег не выделяется на жилье, мы просим вас вмешаться. На тот момент был Яганьян, и буквально через месть Яганьян ушел, пришел Армен Казарян. Ну вот мы с ним встретились, он выслушал нас все, и на письмо наше ответил, опять тот же самый текст, что денег нету. Потому что, ну нету денег, не выделяют из бюджета, нам не выделяют деньги. А те дотации, которые приходят для беженцев, они входят в общую казну государственную. Куда деваются эти деньги, до нас не доходят. Однажды в 2014 году даже был такой случай. в феврале месяце к нам пришли, перерегистрировали нас всех, в общем, и, значит, задают такой вопрос. Кстати, пришла рабочая группа, представители из четырех министерств, это было министерство финансов, кадастр, комитет беженцев и управление по управлению государственным имуществом. И вот они нам стали хором предлагать сертификаты. Вы хотите сертификаты? Мы, конечно, хотим. Да, да. Уехали, потом снова позвонили. Вы точно хотите все сертификаты? Ну, мы сказали, да. Сказали, что до 20 апреля 2014 года, это февраль месяц, наш вопрос решится. И стали у нас просить ксерокопии наших паспортов. Ну, я, конечно, сказала, что ни один человек вам не даст ксерокопию, потому что это документ на наше имя. Вы сможете что-то сделать, мы не знаем, но есть махинации, которые можно сделать на ксерокопии паспорта. Прошло 20 апреля, 20 мая, 20 июня. Я написала письмо и Бахшиян из территориального управления нам отвечать, что денег нет. Я снова пишу письмо. Если денег нет, почему приходила рабочая группа и предлагала нам сертификат? Ну, нам снова сказали, что это было для того, чтобы учесть, сколько беженцев. Для того, чтобы учесть, сколько беженцев, существует комитет беженцев, где можно нажать на три кнопки и узнать все данные о всех беженцах. И вот так вот мы пролетели. Но потом я из своих источников узнала, что в этот год было выделено 70 сертификатов. До нас они так и не нашли. Ну, зарабатывал на этом, конечно, комитет беженцев зарабатывал. У меня есть знакомые такие в Ленинакане, которые три раза получили коттеджи. И до сих пор Ленинакан в бедственном положении. Если бы, конечно, три раза получили бы разные люди, уже поменьше стало бы, наверное, беженцев. Ну, они получают, продают и делятся с теми, кто им дал. При Ягоняне еще я спросила у Ягоняна, я говорю, а где же эти деньги, которые он получает? Он говорит, эти деньги идут на разные программы. Кройка-шитье, английские, армянские. Хотя никто этим не может пользоваться. Даже если взрослый человек идет куда-то на эти курсы, вы по возрасту не подходите. Какой возраст, если человек хочет научиться чему-то? Ну, это все делалось для галочки. Отмывание денег было. Потому что ООН, наш ООН, во всяком случае, самая смешная организация на сегодняшний день. Мы здесь не можем работать. Вот 30 лет назад кто приехал, сейчас им по 50 лет. На тот момент мы приехали, мы не знали хорошо армянский язык. Да, мы знали, мы общались, речь была, но писать и читать мы не умели. Документацию резко перевели все на армянский язык. И у нас был языковый барьер. Поэтому многие уехали. И у нас вообще-то в начале здания было 56 семей беженцев. Потом так вот разъехались. На тот момент, когда продали наше здание, было 34 семьи уже. Ну, а потом кто-то умер. Кого-то высилил частник. Если, значит, 3-4 месяца не было жильца, да, беженца, он уехал там по своим делам поработать где-то. он прямо вот так вот вещи выбрасывали в этот спортзал. И вот так вот. Это квартира 22, это их вещи. Это квартира 23, это их вещи. И выселялись вот так вот беженцы, которых не было здесь на тот момент, когда они купили. В течение 3 месяцев нету человека, все, вещи выбрасывались. А на сегодняшний день можно было бы освободить, допустим, несколько комнат. Это те люди, которые уехали за границу, за Аргентина, Канада. Можно было эти комнаты освободить. Они искусственно закрыты. Не знаю, какая участника, какой интерес участников в том, что он не освобождает эти комнаты. Но, наверное, все-таки интерес какой-то есть. Я когда обратилась в комитет беженца, что у нас, значит, в 13 квадратах живут 3 человека. Ну, вот такая комнатка маленькая, 3 человека живут. Я сказала, ну, освободите, дайте. Ба, нет, что вы, они беженцы, они у нас на учете. На каком учете? Если в течение 3 месяцев людей выкидывали на улицу, а тут по 15 лет нету людей, а комнаты искусственно закрыты. Они уже давно, наверное, граждане страны, Аргентины или Канады, куда они все уезжают. Они мне ничего плохого не сделали, но мы-то здесь живем. Люди здесь сидят, мучаются, а кто-то... Приходили у нас, прям, ну, знали, что здесь беженцы живут. Это начальные годы, наверное, 97-6, вот эти годы. Да, приходили прямо в здание и спрашивали. Никто не продает метрики там определенного года, да, кто у них, члены семьи, какого года, вот метрики просили, ну, не знаю, кто продавал, кто не продавал. Мои здесь у меня. Да, много людей уехало вот так вот по метрикам, но все равно эти-то люди здесь, понимаете, они здесь на учете, там на учете, там на учете, поэтому я говорю, тройная бухгалтерия у нас. Тройная бухгалтерия. Однажды я Ягоняну написала, что мы не удивимся, если нас поставят перед фактом, что мы пять раз получили квартиры, он тут же мне домой позвонил, придите, поговорим. Я сказала, нет, приходите в общежитие, поговорите, у вас беженцы здесь живут. Однажды нас пригласили, ну, меня пригласили, я с соседкой нашей поехала, потому что я всегда с собой кого-то беру, чтобы подтверждалось то, что там говорится. Оказывается, это был Арман Мелитян, его юрист, Элеонора, еще несколько женщин там сидели, и вдруг нам подставляют такой документ, вот вы возьмите, подпишите это. Во-первых, мне сразу документ такой странный был, обращение к президенту Карабаха для восстановления имущества, оставленного в Азербайджане. Во-первых, да, мы фактически признаем, что Карабах это отдельная страна, но юридически нету такой страны, естественно, президента нету. какое отношение имеет карабахский президент к имуществу, оставленному в Азербайджане? Это уже, знаете, противоречие какое. Карабах отдельная страна, но отвечает за азербайджанское имущество. Непонятно что. Я говорю, мы не будем это подписывать, но давайте к Путину обратимся за то, что мы оставили. Третья страна, какое имеет отношение между Арменией и Азербайджаном? На что мне Арман Мелитян сказал, что все беженцы были гражданами Карабаха. Это сейчас смешно, но на тот момент я была возмущена. Я говорю, как мы были гражданами Карабаха? Мы были все гражданами СССР, уроженцы Азербайджанской СССР. Какие мы граждане Карабаха? Ну вот, у нас такая программа, мы хотим всех беженцев. Мы решили, мы не знаю, кто мы, но говорил Арман Мелитян, что каждому беженцу полагается один гектар земли в Карабахе, и мы вот хотим, чтобы беженцы переселились туда. Я сказала, что мы против. Я никогда за свое общежитие не говорю, потому что 34 семьи. Но я говорю, в данном случае мы не собираемся туда идти, не потому что Карабах это какое-то страшное место, просто мы убежали сюда, ты вешаешь нас на Карабах. Потом я обратилась к Арайку, я говорю, Арайка, это что за документ, да он говорит, это не то, что нужно, не подписывайте, все. И, значит, была тогда программа вместе, из Москвы она велась, значит, московские журналисты приезжали, и Арайк прямо там сказал, что вот такой гуляет документ. Я обратился к Карабахскому комитету беженцев, они сказали, у нас 11 тысяч беженцев, мы не можем их сами расселить, куда еще к нам? геребанских беженцев. По поводу этого, что Карабах, мы были беженцами, гражданами Карабаха, там, значит, одна женщина, вот я сейчас не помню, из какого она общежития, она говорит, ой, а я подписала за все наше общежитие. То есть, вот так, вот один человек брал и подписывался за всех своих жильцов. Я сказала, если бы вы жили в моем общежитии, из-за меня подписали, подписались бы, вы бы сейчас уже не здесь сидели. Какое вы имеете право за кого-то подписываться? Вот так вот подписывалось это все. Нормальный человек никогда не подпишет документ, предназначенный для президента Карабаха. Ну, в общем, смешной документ какой-то, очень неграмотный. С одной стороны, то есть, подтверждай, что Карабах отдельная страна, и в то же время за имущество оставлено в Азербайджане он должен отмечать. То есть, ты уже подтверждаешь обратное, что ты относишься к Азербайджану. Вот такой смешной документ был. Люди очень хотели бы жить хорошо и адаптироваться, но это все упиралось во что-то. Например, я армянский язык научилась писать и читать по-армянски со своими детьми. Они в школу пошли здесь, первый класс. Я с ними вместе научилась писать и читать. Вы понимаете, это возраст тоже. Чем моложе человек, тем легче он что-то принимает, язык учит. Многие сейчас, те, которые приехали русскоязычные, на тот момент им было 40-50. Им не до этого было. Они работали, чтобы кормить своих детей. Им не до курсов было, им не до чего было. Поэтому вот такая ситуация сложилась, что многие уехали даже из-за того, что работать могут люди, а языка не знают и не могут устроиться где-то работать. И в основном у нас там, знаете, работники были инженерно-технические, да, все городские в основном были мы. Я сама инженер-технолог, обработка металлов, резание, но где мне здесь работать? Я сидела, чертила. Сейчас, конечно, все это уже запрограммировано, все делается. Но хочу сказать, что люди были с такими профессиями, где они здесь не могли устроиться. Вы знаете, я работала вот на заводе, завод по выпуску запасных частей, станкостроения, да. Половина наших работников сейчас они в Сургуте живут. Они пошли, там открыли свои цеха, свои, и сейчас они сами собирают блоки газораспределительных аппаратов. Это вот моя стихия, где я работала. знаю об этом. Поэтому и языковый барьер, и то, что на тот момент все позакрывалось, работать негде было, были такие, да. Хамореренецех, там еще что-то, еще что-то, кафе Шмаве, вот такие вещи. Вот так получилось. Нам стекла ломали. В наши стекла кидали камни, туркер, не знаю, что. Ломали стекла. Нас не принимали. Мы с вами были в гостинице Себастья. Рядом дом, тоже общежитие, да, уже приватизировали люди все. И значит, прямо под домом стали вести какие-то строительные работы. Люди пожаловались. Они просто пожаловались, что ночью хотя бы не работаете, потому что люди все работают. Ночью надо отдохнуть, чтобы днем пойти на работу. Там, значит, мужчину одного. Они просто из-за этого уже стали все бояться. в подъезде подловили вот так вот мешок на голову и так избили, что глаз выбили беженцу одному, который подписал вот ту бумагу, где он жаловался. Люди боятся. Я сама несколько раз отправляла журналистов. Сисиана, да, улица? Улица Сисиана. Там, значит, из гостиницы Себастья переселили туда беженцев. Ну, это старая музыкальная школа. Этот дом вообще без всякого фундамента построен. Прямо на земле люди живут. Эти журналисты пришли, им никто дверь не открыл. Люди боятся, потому что их туда насильно заселили. Я бы очень хотела, чтобы мой старший сын пошел, допустим, в русскую школу, да, на тот момент. Ну, мне сказали, я по 6 часов делала домашнее задание для первого класса. Мы переводили сначала на русский, делали на русском задание, потом переводили на армянский, потом только переписывалось это все. по 6-7 часов мы сидели со словарями. Все равно нас до сих пор недолюбливают. До сих пор. И власти, как мы приходим уже, вот так, опять эти беженцы. В мэрии однажды тоже мы вот так вот с нашим жилищным вопросом поперлись туда, письмо написали, и нас пригласили на собеседование. По-моему, Амян был, не помню фамилию, Амян, по-моему, или Аравьян был. Все, у меня в письмах есть эти фамилии. Нам сначала сказали, что вы к нам не относитесь. Я говорю, как мы к вам не относимся, не относимся. Мы же не беженцы октябряна, мы беженцы города Еревана. У вас же градостроение, через мэрию все это делается. Ба нет. Потом нам сказали, что инчоэкстерманация, эльгинация к Русостану. Все, кто уехал в Россию, там хорошо устроились. Я сказала, что наши деньги уже проели, и теперь вы нас высылаете в Русостан. Мы здесь останемся. Мои дети не хотят. Мои взрослые два парня, они не хотят уезжать в Русостан. Вот так нам в мэрии. Вы говорите, правительственные отношения, я вам говорю. Когда принимался бюджетный план в ноябре месяце прошлого года на 19-й год, когда Армян Газарян начал говорить, что вот беженцы, большая проблема, что без жилья, и вдруг заместитель министра территориального управления сказал, что какие беженцы из Азербайджана, у нас нет беженцев. Ну, мы быстренько прошлись по всем общежитиям, написали плакаты, мы есть, мы живы, и вышли перед зданием правительства, встали, встали, чтобы нас видели, что мы есть на самом деле. Потому что я считаю, что это некомпетентный человек может только сказать, что беженцев нет. Кстати, в компасе беженца написано, что приватизация для беженцев должна состоять бесплатно, проходить бесплатно. А они еще платили 42 тысячи на тот момент это были хорошие деньги. 42 тысячи они платили, чтобы приватизировать это жилье. Заставляли, причем как заставляли, пугали, запугивали, душили, пистолет прикладывали, и такое было. Многие беженцы приняли гражданство из-за того, чтобы просто спокойно могли выехать к своим детям, к своим родственникам. Если кто-то умирает, не дай бог, я сейчас не смогу выехать. Вот это было. Ну, о стране, это я говорю, тройная бухгалтерия. Они предоставляют в ООН одни цифры, здесь другие цифры, здесь нас мало, там нас много, чтобы много получить. Я специально не принимаю гражданство. Вот я им сказала, пока не дадите квартиру мне, дом у меня не будет, я не буду полноценным гражданином своей страны. Вот тогда я приму гражданство. И многие наши бабушки, вот, они, ой, неужели мы умрем и нас вынесут из общежития? Так и получилось. Эти люди не дождались своих домов. Очень многих вынесли из общежития. Грустная нотка. Как сказал Медведев, денег нет, но вы держитесь. Мы держимся. КОНЕЦ